В течение недели руководители Кировского филиала акционерного общества «Апатит» и Объединенные профсоюзные организации «Фосагра Апатит» проводили встречи с трудовыми коллективами всех подразделений предприятий и дочерне зависимых обществ. Заключительные собрания прошли на подземных рудниках. Подробности в нашем следующем материале. Встреча руководителей с горняками Росвумчорского рудника и специалистами Центра строительных материалов началась в подведении итогов работы. Работники Росвумчора в прошлом году добились небывалых успехов, добыв рекордные для этого подразделения объемы руды. Рудник впервые перешагнул рубеж в 7,5 миллионов тонн. Директор предприятия Андрей Абрашитов поздравил работников с этим достижением, поблагодарил за труд и рассказал о перспективах и предстоящих задачах. В марте следующего года, буквально через год, новый комплекс ДДК-4 должен заработать. И дальше поэтапное выбытие, как мы и планировали, мощности Росвумчора. И этапный ввод мощностей нового рудника Плату Росвумчора, на котором сегодня ведется проходка. После подведения итогов встреча продолжилась в формате открытого микрофона. Вопросы из зала звучали один за другим и касались не только производства. Ряд вопросов о переносе льготы по оплате дороги, которые в прошлом году многие так и не воспользовались. Заключительная встреча с трудовыми коллективами Кировского рудника и горного цеха. Ее главная особенность – онлайн-трансляция собрания в сети интернет. В остальном же она проходит по уже отработанному плану. Сначала самые основные производственные вопросы, касающиеся компании ФосАгро, Кировского филиала акционерного общества «Апатит» и непосредственно рудника и горного цеха. В числе важнейших задач – строительство стратегически важного объекта – горизонта плюс 10 метров. Два этапа строительства и пуска в работу его подразумевается. Первый этап – Куки-Самчурское месторождение, это четвертый квартал этого года. Второй этап – это Югспор, 23-й год. Строится новый откаточный горизонт, закупаются новые типы до этого неэксплуатируемого оборудования на Кировском руднике. Это новые вагоны 10-кубовые, это новые электровозы 30-тонные. Безбалластная система Титрак будет применяться. Только в этом году инвестиции компании «Фосагра» в промышленные объекты кировского филиала составят беспрецедентную сумму – 16 миллиардов рублей. Основная часть направлена на развитие рудно-сырьевой базы. Все это позволит кировскому руднику и предприятию в целом стабильно работать и динамично развиваться.